Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Ведущая Александра Хайрулина. Елена Мерковова. Лен, здравствуйте. Добрый день. Очень рада. До осени еще есть время, да, казалось бы, в октябре, но мы уже сейчас хотим поговорить об этом мероприятии. Ну, прежде всего, наверное, для того, чтобы принять для себя решение, отправляться нам на эту историю или нет. Хотя сомнений быть никаких не должно, отправляться обязательно нужно. Причем, как я понимаю, не только профессионалам дела и индустрии в сфере хорика, но и, конечно, нам, простым обывателям. Я думаю, тоже будет что посмотреть, правда? Ну, не очень. Ну, не очень. Все-таки это профессиональное мероприятие. Но приходят, все равно приходят любители гастрономии. Конечно. И тем более, что там ведь и соревнования очень интересные, но обо всем подробно. Сначала, конечно, я вас хочу поздравить с 22-летием, 22 года. Пусть там не совсем круглая, но очень красивая дата. 22 года уже ровненькая, да. И мне очень хочется попросить вас рассказать, конечно, в целом об пире-экспо, что это такое, ну и каковы особенности в этом году, что нам ожидать. Ой, ну вот 22 года мы делаем выставку. Начинали мы в первую очередь с ресторанной индустрии. Вначале у нас выставка называлась пир. Потом у нас, скажем так, индустрия развивалась и добавилась уже отельная составляющая, добавилась кофейная составляющая. И у нас просто пир стал вот пир-экспо, который объединяет всю индустрию гостеприимства страны. Каждый год мы задаем определенные темы, то есть тему года. Тема года вот у нас в этом году – это без границ. Красиво, амбициозно. Ну это такое, скажем так, требование времени. Это то, что сейчас востребовано. Это то, что сейчас, скажем так, является сутью индустрии гостеприимства. Ну без границ, что мы здесь подразумеваем? Не границы, а территориальное государство, наверное, да? Что-то другое заложено? Ну, конечно. Причем у нас у каждого нашего направления там свои заложены границы. То есть, например, кофе – это у нас мы выходим за границы привычного. То есть у нас будут разные непривычные показаны вкусы, форматы. Ресторан – это без границ именно форматов. То есть это у нас будет смешение. Смешение показывает, что сейчас идет объединение, ну скажем так, в одном флаконе вроде бы не очень… Сочетаемых, на первый взгляд, продуктов, да? Сочетаемых продуктов, форматов, партнерства. Отель у нас – это мы расширяем границы возможностей. То есть показываем о том, что сейчас отель – это не только, ну где ты останавливаешься для того, чтобы переночевать. А что же это еще такое? Ну, например, другое функциональное значение и применение лобби-баров. Это рестораны при отелях выходят за границы своего отеля. Ну да, это правда, да. Но у нас, к сожалению, пока это еще только в начале пути. То есть у нас пока рестораны при отелях – это вот отельные рестораны. А сейчас происходит вот такой вот взрыв именно F&B. Это вот такой вот профессиональный, скажем так, сленг, направление. Вот PR-экспо всем хорошо известно, это факт, что это еще и такое очень… Это бизнес-пространство, да, это возможность заключать договора, знакомиться плодотворно. Это еще и очень мощная такая образовательная программа. Вот если посмотреть так программку, 200 топ-спикеров, 505 компаний со всей России, стран СНГ. И я так понимаю, что и заграничные какие-то тоже будут 100% у нас гости. Ну, не 505, а больше. Даже больше, да? Больше 700, да. Смотрите, PR-экспо состоит из нескольких частей. То есть у нас сначала это экспозиция, это больше 700 компаний. За последние годы увеличилось количество именно российских производителей, и это очень-очень хорошо. Но и иностранные компании, которые поставляют в первую очередь, конечно, технологическое оборудование и инвентарь, также присутствуют на нашей выставке. Вторая часть – это большая образовательная программа. Причем образовательная программа у нас идет как в кофейной части, так и в отельной части, в ресторанной части. Это и для поваров, и для рестораторов. В этом году мы делаем очень большую программу для кондитеров. И вот как раз вот если мы говорим про любителей, то вот, наверное, вот это вот направление, где это… В графике именно битву кондитеров и туда направляться. Нет, битву кондитеров не будет. Будет Moscow Cake Show. Это, так скажем так, четыре зала с нон-стоп проходящими мастер-классами, интерактивными мастер-классами, где можно будет даже подготовить самостоятельно. И общение. То есть самое главное, мы объединяем на одной площадке всех топовых кондитеров страны, и они будут делиться своими… Рецептами, секретами, не знаю, там, мастерством и профессионализмом. Да, 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 и что они сейчас создали новым. Вы как-то в одном интервью признались, мне кажется, так очень откровенно и искренне, вы сказали, что многие владельцы ресторанных, я так понимаю, что теперь и отельных бизнесов на вас, ну, грубо скажу, точат зуб, потому что их шеф-повара, приходящие к вам на ваши замечательные выставки, мастер-классы, они получают колоссальный опыт, и, естественно, они растут в своем деле, у них как-то границы расширяются, амбиции появляются, ну, естественно, они ставят себе более высокие планки и уходят из того местечка, где, в общем-то, казалось бы, должно было быть все хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, Лен, эта история продолжается еще? Как вам удается все-таки дружить, несмотря на это, с теми владельцами ресторанов, которые немножко обижены на вас? Нет, на нас, во-первых, никто не обижается, они... Просто был период, когда они не пускали своих шеф-поваров, например, на участие в соревнованиях. Но, слава богу, этот вот период уже прошел, потому что, ну, как-то самосознание шеф-поваров стало больше у них. И они понимают о том, что для того, чтобы развиваться, им не обязательно сразу же менять место работы. А дождаться, пока тебе еще побольше предложат зарплату, и тогда уже принимать решение. Ну, это тоже может быть, но не всегда обязательно, скажем так, давить на этот фактор. Ведь если ты не участвуешь в каких-либо соревнованиях, то работа, например, того же шеф-повара, она достаточно... Ну, это тяжелая работа. И человек находится все время в потоке, то есть он все время готовит, готовит, готовит. А ему же, как шеф-повар, вообще-то это профессия творческая. Да, конечно. Ему нужно время для того, чтобы творить. И вот, например, участие в соревнованиях, продвинутые рестораторы и продвинутые шеф-повара, они прекрасно понимают, что это, в принципе, необходимо. Для того, чтобы выйти как раз за границы своей кухни, для того, чтобы... Что-то предпочеркнуть энергию какую-то, да? Да, да, да. Чтобы дальше творить еще вкуснее, еще... Да, ну, раньше такое было, на самом деле, когда вот... Еще лет 20 назад, когда мы делали соревнования, шеф-повара поучаствовав, тут же сразу же начинали выламывать руки рестораторам, у которых они работали. Но это уже... И такой внегласный запрет, я предполагаю, действовал некий, да, от руководства, наверное, на участие. Ну, не любили. Был период, когда вначале вот с удовольствием они отпускали шеф-поваров, а потом наступил период времени, когда не очень любили отпускать. А сейчас вернулось все опять на новый виток. Ну, хорошо, что происходит, теперь только лучшее. У нас небольшая пауза, друзья, оставайтесь обязательно с нами, и мы скоро продолжим. Друзья, это программа «Лучшее в стране» телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас сегодня в гостях Елена Меркулова, сооснователь крупнейшей в России выставки в сфере хорика, пир-экспо, ну и других знаковых проектов, которые изменили ресторанную, кофейную, барную культуру в нашей стране. Шесть лет назад Елена Меркулова и вся ее команда, замечательная, творческая, сделала заявление «Русская кухня – та кухня, которая обязательно завоюет мир». Это очень громкие слова. Я хотела бы сейчас спросить у вас, сделано ли что-то на этом пути? Наверняка и сделано, ну и, наверное, тогда вот как раз рассказать. Пока на сегодняшний день, ну, наверное, все-таки мы не можем говорить, да, что «Русская кухня» там номер один во всем мире. Нет, конечно. Нет, да, ну хотя бы тогда… Ну, а наши кухни стали знать гораздо больше людей в мире. И в первую очередь это на сегодняшний момент благодаря шеф-поварам, которые ездят, выступают на крупных мероприятиях, именно поварских, дают ужины, демонстрируют именно нашу кухню. Ну, кстати говоря, они еще и себя очень сильно раскручивают и пиарят. Это же такие медийные личности, которые часто можно увидеть обязательно и в теле-радиоэфирах услышать. И, конечно, там, как правило, и очень активная жизнь в социальных сетях. То есть это такие прям звезды. Ну и есть такой рейтинг топ-100 лучших ресторанов мира. И, например, в этом году у нас уже попало 5 ресторанов. Который один из ресторанов на 13-м месте. Это значит, что… Ну, уже, уже, понимаете. Что нас уже знают. Но когда мы говорим, вот именно сегодня, 5 августа 2019 года, русская кухня. Тут в представлении других стран. Какая она, русская кухня? Ну, пока у нас русская кухня в представлении. Это, конечно, классические блюда. Но и если вы про другую кухню, например, вспомните, итальянскую, у вас тоже будут в первую очередь классические блюда. Хотя есть и… Пицца, паста, да. Да, да, да. Ну, а что плохого в нашей даже традициональной кухне? Ну, наша-то задача сейчас, а точнее ваших, всех шеф-поваров и ресторанов и культуры, изменить отношение к русской кухне. Ну, просто смотрите, мы выпали фактически на 70 лет. То есть мы мало коммуницировали с миром. И про нас просто мало знают. И было много очень стереотипов. Конечно. Сейчас, когда, например, шефы приезжают на международные, ну, скажем так, симпозиумы, конгрессы, где они проводят мастер-классы, другие шеф-повара видят, что мы, в общем-то, такие же, как они, современные, модные, у нас вкусно. И кое-что понимающие в кухне, между прочим. Здесь у нас прекрасные рестораны. Поэтому сейчас начали... У нас хорошие продукты. И у нас, самое главное, очень большая страна, которая дает именно такие природно-мощные продукты. То есть посмотрите, у нас Сибирь. Когда там, например, иностранному ресторатору или шефу рассказываешь про Сибирь, у них прям глаза загораются. И все понимают, что там, вау, там же круто, там же хорошо. А сколько там вот ягод, грибов, сколько там, я не знаю, там те же кедроварей, даров природы, дичи. То есть, ну, например, сибирская кухня построена очень много на дичи. И это все такое очень, скажем так, энергетически очень... Да-да-да. Мощное и сильное. И чистое. То есть у нас огромное пространство чистой природы. И когда, например, вот приезжаешь в ту же Данию или в Испанию на конгрессы поварские, гастрономические, они все вот ходят в лес, они шеф-повара там собирают дикоросы. Для них вау, что-то такое вот настоящее. Вот этот вот цветочек, вот эта ягодка. Приезжайте в Сибирь, у вас там будут гектары этой нетронутой природы. Лена, скажите, пожалуйста, Вы, как человек, уже очень много лет профессионально занимающийся в этой сфере, конечно, владеете информацией. Понятно, что для многих, что большинство различных там рейтингов, не знаю, каких-то всевозможных конкурсов, это не всегда честная история. А вот что касается поварского мира, не знаю, ресторанного бизнеса, там, вот на Ваш взгляд, все действительно вот очень прозрачно, понятно, и самое главное, честно, с тремя жирными линиями. Слушайте, ну, все равно это, все равно субъективно. Да, конечно. Потому что, ну, объехать и посмотреть все рестораны, например, даже в нашей, ну, допустим, в нашей стране, это невозможно. Поэтому ты иногда оперируешь какими-то, ну, субъективными понятиями. Ну, в общем, все равно во все эти рейтинги попадают активные рестораны. То есть у тебя может быть мамина кухня, но ты неактивный в, ну, скажем так, неактивно себя продвигаешь. У тебя может быть очень вкусно. Да. Ну, если о тебе никто не знает, ну, ты все равно не попадешь в этот рейтинг. Для того, чтобы ты попал в этот рейтинг, ты должен сам, ну, как это, какие-то телодвижения. Ну, колоссальный труд, в общем, конечно, да. Не все с этим, скажем так, не всем это надо, и не все с этим справляются. Ну, поэтому в рейтингах, в первую очередь, это активные, активные, активные шефы, активные... Поэтому, если хочешь попасть в рейтинг, ну, будь активным, будь активным и готовь, и делай вкусно. Хорошую кухню. Потому что все равно все-таки ресторан, да, атмосфера там важна, но это вкус в первую очередь. Давайте, друзья, небольшую паузу сделаем, как раз, может быть, вам для перевкуса достаточно будет. Вернемся скоро, оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Елена Мерколова у нас сегодня в гостях, сооснователь крупнейшей в России выставки в сфере хорика «Пир и Экспо». Елена, я смотрю в программу выставки, и очень меня заинтересовала вот такая вот информация. Территория пиццы. И беспрецедентный финал чемпионата России по пицце. Это ваши дети еще тоже? Да, конечно. Казалось бы, да? Смотрите, не Италия. Елена не итальянка. Судьба фамилии, имени, внешнего вида. Ну, любовь к пицце в нашей стране, она тоже, конечно, сильная, велика. Я хочу попросить рассказать именно о территории пиццы, наверное. Смотрите, вот уже несколько лет, скажем так, количество пиццерий, количество итальянских ресторанов растет. То есть, когда там в 90-е годы у нас только начинался ресторанный бизнес, у нас в первую очередь открывались, конечно, итальянские рестораны, потому что эта кухня такая вот интересная, достаточно простая, понятная. Потом на какое-то время они немножечко так как-то бум открытием. На этих японских всяких ресторанах, да? Да, потом там японские открывались. Вот сейчас вот уже какой год идет волна открытий именно пиццерий и итальянских ресторанов. Пицца тоже стала, изменилась. Если раньше, ну, хорошей пиццы было мало, то есть открывались пиццерии, но пиццы были все такие какие-то, ну, много было таких, вот непонятно. Так себе, да. То сейчас очень много открывается именно качественных пиццерий, потому что... А качественная пицца, это все-таки примерно что такое? Тонкое тесто и большую свою начинку или не обязательно? Она бывает разная, абсолютно. Так. Там у них очень много... Толщина теста – это не показатель, да? Это не показатель, но просто должны быть качественные ингредиенты, выдержаны правильные технологии, они должны как-то выпекаться в правильных печах, и вообще пиццу нужно есть сразу же из печки. Вот так вот. Так что вся эта история с доставкой лучше, конечно, не пользоваться. Ну, кому-то как, кому-то как нравится, но по большому счету итальянцы говорят, что пиццу нужно сразу же, вот ты вынул ее и сразу же нужно есть. Тогда именно ты можешь прочувствовать качество и вкус этого... Итак, территория пиццы и финал чемпионата России. Вот. Чемпионат России по пицце среди пицца-йол мы делаем уже больше 10 лет. Но у нас всегда это было как-то... Мы не уделяли этому особого внимания, а с учетом того, что сейчас бум пиццерий, мы решили, что пора выйти уже и на международный уровень. В принципе, по пицце каждый год происходит чемпионат мира. Он проходит в парме, туда приезжают команды со всего мира и показывают, у кого пицца получается лучше. Мы никогда не участвовали. Именно командой. У нас иногда ездили пицца-йолы, но они участвовали по собственной инициативе, в индивидуальном, скажем так, формате. В этом году мы после финала... Во-первых, у нас были в этом году впервые отборочные. То есть мы ездили по стране и проводили отборочные среди... Пиццерий местных каких-то там. Пиццерий пицца-йол в регионах. И теперь вот у нас в октябре будет финал. По результатам этого финала у нас будет сформирована сборная, которая будет готовиться. И в апреле следующего года мы будем сборной России выступать в Парме. В Италии? В Италии. Где определится лучший пиццемейкер мира. Да, и я думаю, что у нас там неплохие шансы. А с чего вы вдруг взяли? Потому что уже сейчас, когда у нас в этом году мы... Дело в том, что там команда — это семь человек. Вот если ты везешь, например, два-три, ты уже не команда. Это получается как индивидуальная. В этом году, например, мы в прошлом году возили троих пицца-йол. И в этом году они выступали очень даже хорошо. Поскольку это международного уровня, я полагаю, что там тоже огромное количество мастеров со всего мира принимает участие. Я совершенно не понимаю, как здесь можно выбрать победителя, честно скажу. Ой, там, знаете, очень интересно. Там сидит вот жюри несколько, причем, бригад. Представляете, они целый день едят пиццу. То есть им пиццу приносят постоянно. Поэтому они, у них и несколько бригад. Сначала одни поели, передохнули, другие. И там же, они же не все съедают. Там зрители тоже, соответственно. Все зрители едят то, что приготовят вот эти вот сотни пицца-йол со всего мира. То есть это очень интересное мероприятие. Я очень хочу пожелать победы нашим профессионалам, мастерам и пиццемейкерам. И я думаю, что мы обязательно с вами встретимся, Лена. Потом вы приедете, нам расскажете. Да, обязательно. Как было, может быть, что-то привезете самое лучшее, на ваш взгляд. Пиццу надо есть горячее. Опять-таки, да. Ну хорошо, тогда мы победителей наши будем участвовать здесь и будем готовить в нашей студии. Во всяком случае, постараемся это сделать. Мне кажется, это будет очень вкусно. Ну, чемпионат мира, он же не только там готовит. Там, в принципе, и шоу есть. Они же еще и крутят пиццу. Слушайте, и там, скорее всего, тогда должно быть тоже и на скоростное поедание пиццы, мне кажется, нет? Нет. Это другая история. У них есть, например, на скоростную растяжку. Кто быстрее растянет. Потом на самое... Кто больше сделает пиццу, то есть вот за определенное время. То есть там... Тоже различные номинации. Там много номинаций и таких шоу. Так, хорошо. Лена, дорогая, хочу теперь раз спросить, что же нам все-таки не хватает для того, чтобы завоевать мир в плане кухни и чтобы занять лидирующие позиции? Как вам кажется? Что нам нужно для этого еще сделать? В каких конкурсах победить? Быть может, не знаю. Сколько ресторанов еще открыть? Ну, смотрите, не хватает, в принципе, достаточно понятных вещей. В принципе, первое, это у нас должно быть больше своих собственных продуктов. Именно региональных продуктов. Не масс-маркет, который ноунейм, а своих продуктов. Эти продукты мы должны сами любить и использовать. Санкции нам в этом плане очень сильно помогли, потому что все больше и больше производителей у нас появляется. Это раз. Во-вторых, ну, конечно, все вот эти вот кухни, которые, скажем так, модные и во всем мире их знают и любят, это большой, скажем так, маркетинговый пиар-бюджет самого государства. В общем, денег нам побольше, продуктов своих побольше. Это и Италия продвигала свои продукты и свою кухню, и Франция продвигала. То есть это вот на уровне государства идет осознанное такое продвижение своей кухни и, вернее, ну, скажем так, своих продуктов через свою кухню. У нас это тоже начинается, но пока мы, так как у нас продукты только-только появляются, мы еще в начале пути. Семи мильными шажками идем, да? Ну, у нас большие, скажем так, есть программы по экспорту, по продвижению экспорта. Там, где есть продвижение продуктов, это всегда есть наша кухня. А вот что касается, кстати, самой выставки Пирэкспо, как те же самые санкции сказались на количестве участников? Ну, сказались, конечно. Конечно, то есть, смотрите, когда у нас были, например, Турция, она всегда у нас была таким вот большим экспонентом, потому что это отельная страна, рестораны, у них было много производства, и они всегда большими экспозициями участвовали. Когда у нас появились санкции с Турцией, ну, соответственно, Турции не было. Турция сейчас вернулась. Ну, Канада, например, ушла и так и не вернулась, хотя у нее была экспозиция. Американские компании вообще не стоят. Ну, европейские компании, Италия стоит. Италия стоит, Германия стоит, Япония стоит, Китай стоит. Ну, Россия, соответственно, тоже, я надеюсь, занимает все больше и больше квадратных метров. Знаете, что меня, например, очень радует, за последние годы все больше и больше производителей именно, причем производителей со всей страны. То есть у нас участвуют компании, которые и на Сахалине, и в Сибири, и в Калининграде, и на юге, и именно это производители. И это очень здорово. Это очень здорово. И я думаю, что, Лена, конечно, это ваша большая заслуга в этом, и в том числе, и вашей большой дружной команде. Мы стараемся. У нас небольшая музыкальная пауза, скоро вернемся. Лучшее в стране. Программа продолжается, друзья. У нас сегодня в гостях Елена Меркулова, сооснователь крупнейшей в России выставки в сфере Хорика, Пирэкспо и других знаковых проектов, которые изменили ресторанную, кофейную, барную культуру в нашей стране и продолжают менять. Есть уже успехи. Выставки Пирэкспо уже 22 года. Очередная нас с вами ожидает с 7 по 10 октября в Москве. Необходимо обязательно приезжать, если вы так или иначе в Хорике. Стоит ли приезжать специалистам из других городов? Наверное, глупый вопрос, Лена. Конечно, стоит. Конечно, у нас всегда приезжают со всей страны, и это очень полезно и нужно. Ну да, потому что это не только выставка, это и целые информационно-образовательные ресурсы, которые под одной крышей собирают сотни компаний, самых топовых спикеров, рестораторов, шеф-поваров, инвесторов. Ну и еще есть возможность вообще заявить громко о себе, приняв участие в конкурсах, в выставках каких-то, да? То есть в чемпионатах, да? В частности, даже вот есть возможность. Ири, хотя уже финал прошел, я все про пиццу интересуюсь. Нет, нам будет на пире. Финал будет на пире. Вот, на пире. Отлично. Хорошо. Лена, дорогая, сколько человек в вашей команде? 50. 50 человек. Да. Это те люди, которые с вами в течение года, я так понимаю, занимаются не только выставкой пире. Еще и другими проектами, да, интересными. Там же есть и такие... Подскажите мне, напомните, пожалуйста. Сейчас расскажу. Смотрите. У нас пире. Экспо – это вот все, что связано с бизнесом, ресторанным, отельным, кофейным. У нас есть еще в течение года мы проводим москул, вернее, ну он как в Москве, это москул, так, кофейные фестивали и кофейные чемпионаты, соревнования Russian Coffee Cup, соревнования среди кофейн. Это мы делаем и в Москве, и в Новосибирске, и в Сочи, то есть у нас по всей стране они идут. У нас есть образовательный форум специально для шефа-воров. Это завтрак шефа, где они нон-стопом в течение трех дней учатся, общаются, готовят. У нас есть москул-бар-шоу, это объединение именно барного сообщества России. Проводим мы его не в Москве, а в Санкт-Петербурге. И Санкт-Петербург каждый раз удивляется, почему, почему москул-бар-шоу проходят у нас. Ну вот так, так сложилось. Тем более в Питере очень хорошая именно барная культура, и вот мы уже, наверное, года четыре там проходим, и все бармены страны приезжают на москул-бар-шоу в Петербург. Где узнавать эту информацию о форумах, конференциях? У нас есть сайт пир.ру. Пир.ру, и там есть ополненнейшая информация, за афишами следить, за гастролями. Скажем так, там есть такой таймлайн мероприятий в течение года, где мы что проводим по всей стране. Мы занимаемся исключительно ресторанным, отельным, барным бизнесом. Лен, вы, помимо того, что невероятно умница, и такой глобальный проект, и проекты уже на протяжении стольких лет возглавляете и успешно проводите. Вы же еще и мама. Четырех детей, на секундочку. Я очень хочу поинтересоваться у вас следующим. Кто-то из ваших детей собирается ли пойти по стопам родителей, посвятить себя, не знаю, хорике, посвятить? Может быть, кто-то решил стать шеф-поваром, пиццемейкером? Ну, скажем так, старшая дочка, несмотря на то, что она у меня еще студентка университета, она в этом году поступила на второй высший именно менеджмент в ресторанном бизнесе, потому что открыть свой ресторан она хочет. Вот заниматься, скажем так, мероприятийным, чем мы занимаемся, она не очень хочет, а вот свой ресторан хочет. И это только один пример из четырех. Остальные ребятки все? Кто-куда? Ну, старший сын, он у меня уже совсем большой, у него своя компания, он занимается диджиталом, он делает великолепные сайты, его компания делает. А младший еще в школе учится. Но так они вот на младшую как раз вот пиром заниматься будет младшая Станислава. Дети так решили, что вот это... А они выбрали быстренько на семейном совете. Стася, это вот пиром будешь заниматься ты. Ну и Стася согласилась. Тем более, скорее всего, за это последует какая-то заработная оплата. Ну, пусть сначала научатся. Ну, пусть сначала научатся. Но младший сын у нас работает летом, работает в компании. Ну, здорово. Приносит пользу, деньги зарабатывает. Елен, какие дальнейшие планы о пироэкспо? Вот если говорить, немножечко забежать, пофантазировать наперед, ну, не знаю, года 3-5. Хотя бы так, недалеко-далеко заглядывать. Ну, мы будем развивать нашу кондитерскую составляющую. То есть она у нас в этом году первая. У нас будут вот большие планы на это направление. Также у нас большие планы на развитие дальнейшей вот именно завтрака шефа, шефоварского направления. И вообще у нас планы на следующий год, это вот активно продвигать нашу русскую кухню. Ну, за рубежом, да, имеется в виду. То есть вот именно участие с образовательной... Да, там вопрос, каким образом вы это будете делать, да? С образовательной программой, с нашими шеф-поварами в ведущих мероприятиях в мире. И это будете делать тоже вы и ваша команда, да? Каким-то образом организовываете эти встречи, эти мероприятия. Лена, спасибо большое. У вас большое дело, большая миссия, очень важная миссия. Конечно, очень хочется, чтобы Россия знала, как культурные страны, с потрясающей, уникальной кухней, с современной кухней, ну и так далее и тому подобное. И это все обязательно будет. Я вас искренне благодарю за нашу встречу. Я желаю успеха. Пир-экспо-2019 очень насыщенная программа, друзья, поэтому... Приходите, мы будем всех ждать. Вы обязательно приходите, прежде зайдите обязательно на официальный сайт, там есть очень подробная информация, очень много чего интересного. Ну, однозначно, если вы так или иначе в этой сфере заняты, работаете или подумываете, а вообще стоит мне идти в эту сферу или нет, обязательно нужно, конечно, посетить Пир-экспо-2019. Елена Меркулова была у нас сегодня в гостях. Елена, спасибо вам большое. Будем очень рады встречать. Спасибо взаимно. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова